Приветствую вас на канале Bizarre World. Меня зовут Макс. И друзья, знаете, сегодня, когда очередной раз я вышел на улицу и понял, что температура, которую мне показал прогноз погоды, немножко не та, так сказать. Немножко холодновато, градусов на 5, немножко снег идет. В общем, немножечко не то, что мне обещали. Думаю, вы также, так сказать, встречали такие ситуации, и попадали в такие ситуации, когда вам прогноз погоды обещает дождь, а его нету, или наоборот его нет, а дождь появляется, или наоборот снег, или резкое похолодание, гроза, ветер, шторм, ураган. Все это порой раздражает. Поэтому я, собственно, решил подумать, почему бы не сделать такую подборочку интересных сервисов карт, интерактивных карт, где можно посмотреть более точную погоду и знать 100%, будет ли дождик завтра, а может быть и ураган, и не стоит куда-то ехать на машине. И все в таком духе. Ну что, давайте-ка начнем. Погнали! Друзья, рады представить вашему вниманию продукцию российского бренда Эльтроник. Наши акустические системы сочетают в себе все самое лучшее для вашего отдыха. Крутая цветомузыка, ну и, конечно же, доступные цены для любого кошелька. Более 10 лет на рынке и тысячи покупателей по всему миру. Заходи к нам на сайт leaderdefisnn.ru и выбери свою модель. Если музыка, значит Эльтроник. На самом деле существует несколько видов прогнозов. Сверх краткосрочный, который охватывает ближайшие несколько часов буквально. Есть краткосрочный, дается на 12 часов до 3 суток. Есть среднесрочный, охватывает период от 3 до 10 суток. Есть такой прогноз с расширенным сроком, так называемый. Это уже предсказание дается примерно на месяц. Ну и долгосрочный прогноз составляет на сезон или на ближайшие 3 месяца. Существует также разбивка по назначению, бытовые прогнозы, прогнозы для авиации, для морских и речных судов, для аграрных предприятий. Но что же из этого всего выбрать, скажете вы? Давайте-ка рассмотрим несколько довольно-таки интересных, на мой взгляд, сайтов, которые заслуживают нашего внимания. Итак, друзья, давайте-ка рассмотрим тройку иностранных сервисов, где можно посмотреть наиболее точную погоду. Один из них, так называемый, Fuzzard Park. Собственно, погодный жук, насколько я хорошо владею иностранным языком. В общем, это довольно-таки точный сервис, где можно посмотреть погоду. Здесь можно глянуть, как погоду конкретно вашего города. Например, Липецкий, минус 10 градусов. Также можно посмотреть почасовую погоду. К сожалению, здесь на английском языке единственный минус, да, этой программы. На 10 дней вперед можно посмотреть, собственно, какая погода днем, ночью и так далее, да. Из особенностей, что мне здесь понравилось, здесь можно посмотреть молнию. То есть за последние 30 минут, когда и где ударила молния, что довольно-таки интересно. Допустим, вы где-то в Малайзии, да. И вы можете посмотреть, что сейчас вот возле населенного пункта Куала-Тунга, так сказать, как вы видите, ударяет молнией, да. А это означает что? Это означает, что здесь шторм какой-то. Плохая погода. Ну вот так вот, довольно интересно, можно посмотреть. Сейчас, как вы видите, зима, поэтому в Северной Америке и, собственно, да, допустим, в России никаких нету молний и так далее. Но летом также можно это все посмотреть. В общем, вот такой сайтик Фазербаг. Следующий сайт под названием Форсека. Собственно, это также иностранная компания, которая занимается, помимо того, что они делают прогноз погоды точный, они еще и продают различные погодные оборудования и так далее. Почему я добавил именно Форсеку из иностранных сайтов прогноз погоды? Во-первых, он еще более точно дает прогноз погоды, чем предыдущий, да, Фазербаг. Плюс здесь есть одна особенность, которая может пригодиться водителям, например, да. Здесь есть такой параметр, как видимость, как вы видите. Помимо дополнительных всяких параметров, это видимость. Собственно, какая видимость сейчас вы можете увидеть в Липецке, да, порядка 10 километров. Это очень полезно, если вы собираетесь, например, поехать на машине куда-то ночью и так далее. Ну и, друзья, на мой взгляд и, так сказать, по итогам того, что я проанализировал множество сайтов, самый точный из иностранных сайтов считается Эсси Фезер. Если я правильно произнес, собственно, как-то вот так называется этот сайт. Он еще был основан в 1962 году и по сей день дает очень точный прогноз погоды. Помимо того, что непосредственно вы можете наблюдать сам прогноз погоды, вы также можете посмотреть в мире, какие происходят ураганы и температура воды, что тоже полезно, можете посмотреть, да, сколько температура воды и так далее. Ну, допустим, давайте откроем радар и посмотрим в какой-то точке, да, где будет дождь, где какие ураганы. Можно здесь включить ураганы. Какие ураганы на данный момент сейчас прошли, да? То есть вы можете посмотреть, если, допустим, вы где-то поехали отдыхать, поехали в Грецию, да, вы видите, что в Греции сейчас довольно-таки интересно. Бразилии, да, можете посмотреть, шторм надвигается и в каких регионах он будет. Ну, полезно, да, согласна? В общем, вот такие вот иностранные сайты. Ну и давайте по-быстрому пробежимся. Что же предоставляет российские варианты, отечественные? Что касаемо, друзья, российских прогнозов погоды, то здесь, я так сказать, нашел для вас самые оптимальные несколько вариантов. Собственно, это погода Mail.ru, наверное, вы знаете, да, такая погода. Здесь, в принципе, все плюс-минус одинаково, как и Яндекс.Погода, да, если вы можете посмотреть. В принципе, по сути, то же самое. Это довольно-таки упрощенный вариант, чтобы быстренько зайти, посмотреть, как температура, есть ли дожди и так далее. Сейчас расскажу про некоторые особенности сайта. В общем-то, плюсы Mail.ru, это довольно-таки удобство. Плюс здесь есть различные интересные отсылочки, да. Можно посмотреть различную архивную информацию, по каким годам тут была, какая температура в некоторых местах и так далее. Яндекс, то же самое. Яндекс, как вы видите, тоже показывает 13 градусов, здесь 12, видите, уже перепад какой-то на 1 градус. И что интересно, чем я, например, пользуюсь в Яндексе, это интерактивная вот эта карта. Вот, как вы видите, карта осадок. В основном летом это помогает. Правда, это работает не всегда, работает коряво. Бывает показана туча, дождя нет, а бывает туча не показана, дождь идет. Но, в целом, как вы видите, можно посмотреть, где проходят дожди, что довольно-таки интересно. А зимой вы можете посмотреть такой параметр, как глубина снега, что тоже довольно-таки интересно. Вы можете посмотреть, в каком месте, например. В Липецке вообще, по сути, нет снега. Алдан, 94 сантиметра снега. То есть, огромные-огромные сугробы. Ну, и температура здесь можно посмотреть, какой ветер, куда ветра дуют и так далее. Давление можно посмотреть. Интересная интерактивная карта. Что мне нравится в Яндексе, в погоде, это именно вот эта интерактивная карта, в которой я часто захожу, залипаю, так сказать, и изучаю, собственно, какая погода. Итак, на втором месте всеми известен, наверное, GizMeteo. Это, так сказать, наиболее точную, дающую информацию сайт, редко когда подводит. Но, друзья, есть еще более точная информация, я вам скажу чуть позже. Итак, GizMeteo. Довольно-таки давно он, сервис отработает, да, в территории России, популярный в России, например. Здесь также показано, как вы видите, прогноз погоды, можно посмотреть на завтра, можно посмотреть на неделю, более детально посмотреть, на месяц можно посмотреть прогноз погоды, плюс-минус, да, что у нас, что ждет на 31 декабря. Итак, друзья, если вы думали, что самая точная информация Яндекс.Карта, GizMeteo, Mail или там в иностранных сайтах каких-то, вы ошибаетесь. Самая точная информация, конечно же, гидрометцентры России. Ну, что касаемо России, да, не мира. Сайт называется MeteoInfo.ru. Я удивился, сам не знал, на самом деле, но на этом сайте вы увидите самую точнейшую информацию. Собственно, точнее, просто невозможно найти. На самом деле, она показана даже в долях, так сказать, градуса, то есть 12,5 градуса. Это самая точная информация. На данный момент в 21 час времени 5 декабря в Липецке, да, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, влажность и так далее. Если вам понравился выпуск, друзья, обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось. Присоединяйтесь к нам в Телеграм, там интересно, там чат у нас, мы общаемся, я там постоянно практически нахожусь. Также подписывайтесь на мой второй канал Бизарв Джой. Собственно, на нем я провожу стримы чуть ли не каждый день по вечерам. Играем в разные игры, стратегии и так далее. В общем, жду вас, приходите. А мне на сегодня все, всем спасибо, пока-пока.